Всем привет! С вами снова Александр. И я вам сегодня расскажу о кресле, которое появилось в ассортименте магазина Мир Автокресел. Это корейская, южнокорейская компания Ducal. Модель называется Xena. Сегодня мы конкретно об этой модели поговорим. Этот бренд, еще остальные модели будут появляться на канале чуть позже. Вот, поэтому посмотрите. Сегодня поговорим о нем. Это кресло меня действительно впечатлило. За свои деньги, которые оно предлагается, по ссылке в описании, пройдете, посмотрите цены. Оно действительно очень интересно. Есть фишечки, которых не даже о брендах. Это, ну, прям по креплению я вам покажу, по наклону. Вот, ну, другие компании крутые, этого не предлагают. Поэтому оно мне очень понравилось, еще и качественным изготовлением. Ну, собственно, давайте изучим 2-3 категория с 15 кг до 36, с 3 лет до 12, то бишь. Ребенок здесь уже крепится взрослым ремнем. Вот, кстати, сразу давайте посмотрим быстренько. В подголовнике направляющий проводим туда ремень. Вот, соответственно, защелкиваем. Вот, собственно, ребенок прикреплен. Все обычно стандартно. По тому, как самого ребенка крепить, здесь особо много не расскажешь. Все стандартно. В 2-3 категории все кресла крепятся приблизительно одинаково. Так, вот еще хочу заметить, смотрите. Когда растет оно вверх, оно еще расширяется. То бишь, особенно по основам, наверное, будет актуальнее. Вверх растут, шире растут. И вот по мере роста ребенка оно еще и шириной раздвигается. Это на самом деле круто. Так, сейчас, секундочку. Уберу ремешок. Так, по креплению самого кресла. У этого кресла есть система крепления Isofix. Isofix, который на ремешках. Вот вам сейчас покажу. Вот такой вот системой она оснащена. Не жесткие металлические салазки. Их просто есть лауч-система вот такая и обычный Isofix. По эффективности они приблизительно одинаковые. Поэтому, если так, это не значит хуже того, что там полностью металлическая салазка. Жесткое скрепление здесь, в принципе, одинаковое. Вот, зато взял в одну руку, направил куда надо, защелкнул и все. Но фишка этого кресла в том, что у этой модельки, вот смотрите. О, ладно, подниму. Так, есть система якорного ремня. В 2-3 категории это, я такого даже, честно говоря, не припомню ни у кого. То бишь, Isofix, якорный ремень. Isofix держит снизу, якорный ремень держит сверху. Вот. И плюс ко всему, ребенок пристегнут взрослым ремнем. Это еще все держится. Вообще, даже если бы не было Isofix и якорного ремня, достаточно пристегнуть просто ремнем. А здесь у нас вот такой набор креплений. Это прям, ну, я такого нигде не припомню. Поэтому в этом плане и конкурентов-то особо нет. Что касается комфорта здесь ребенка, здесь у нас есть прекрасная возможность наклона. Здесь установлена площадка снизу, за которой мы держимся. И на ней мы уже наклоняем само кресло. Для этого нужно будет чуть-чуть подосвободить Isofix, чтобы оно могло отодвинуться дальше. И, соответственно, уже спокойно наклонять. Вот такого наклона в 2-3 категории у других брендов я не припомню. Действительно, в 2-3 категории мы можем наклонить ребенка для сна. Голова не заваливается, вперед не падает. Все очень круто. Что касается, кстати, безопасности. Европейскую сертификацию прошло. Краш-тесты прошло. Ссылка в описании в минутах кресел. Там увидите краш-тесты. Вот. Можете пройти посмотреть. Кресло хорошее, безопасное. Больше всего мне понравилось в этом кресле то, что оно действительно очень сильно качественно сделано. Здесь очень крутые ткани. Дышащая сидушка. Причем сидушка достаточно мягкая. Ну, не говорю, что подушка перьевая. Но сделано очень хорошо. Давайте я вам немножечко поближе покажу ткани. Вот, собственно, можете посмотреть поближе. Сделано шовчики. Все прям, ну, очень хорошо сделано. Ткани очень-очень приятные. Все ровненько. Ничего не топорщится. Никаких складок. Вот вся вот эта нижняя часть сидения с дышащего материала сделана. Вот эта площадка, на которой наклон реализован. Вот. Поэтому в плане качества изготовления вообще, в принципе, никаких вопросов нет. Вот. В принципе, по креслу добавить больше нечего. Единственное, вот у меня случайно упал подстаканник. В комплекте еще идет, кстати, подстаканник. Я его не дозакрепил, зацепил, он у меня упал. Просто до щелчка это нужно делать. Есть подстаканник. Его можно вставить и справа, и слева. Поэтому вот вам еще, пожалуйста, элемент комфорта для ребенка. Вот, посадили, опустили. Все. Качество великолепное. Безопасное, недорогое. С якорным ремнем. Такого точно вы нигде не купите. Вот. Я не знаю. По соотношению как бы возможности, качества и цены, сложно сейчас с ходу какого-то конкурента предложить. Есть, конечно, интересные варианты, но они не факт, что лучше. Такого же они не предложат. Наклона нет, якорного ремня нет, ткани по-любому хуже в этом ценовом диапазоре. Даже до 15 тысяч, наверное, хуже будут ткани. Ткань действительно прям обалденная. Вот. Поэтому, если ищете кресло 2-3 категории и относительно недорого, там до 15 тысяч рублей, очень рекомендую посмотреть на него. Оно действительно классное, удобное. Единственное вот из нареканий, вот отсюда видно вам подлокотники, на них вот нету никакой ткани. Это просто пластик такой, шероховатый, чтобы не скользил. Вот. И немножечко может быть жестковато быть. Ну, как показ практика, дети, ну не сидят они вот так на подлокотниках. Они что-то все время ковыряются. Поэтому, не знаю. Вот такой момент, мое маленькое замечание. Собственно, и все на этом замечании. У меня, в принципе, больше нет. Хорошее, добротное кресло. Но выбор, естественно, как всегда, за вами остается. Если это видео вообще вам было интересно, полезно, ставьте, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь на канал. Это помогает мне делать для вас хорошие обзоры. Больше хороших обзоров. Вот. А вам хочу пожелать хорошего, гранатного выбора автокресла для вашего ребенка. И до свидания. Продолжение следует...